Экспериментовать, працовать над собой и неоспынно развивать интерес до предметы у своих учнях. Татьяна Качан, наставница английской мовы 10-й гимназии Гродно, працует на таки высокий выник. В 2020-м Гроденко стала лепшей в области сирот выкладчиков замежных мов, а затем лауреатом республиканского этапа конкурса «Настауник года Беларуси». Мы считываем QR-код, и вот сейчас этот QR-код открывает нам доступ к интерактивной доске. QR-код, сервис, ресурс – термины, которые на занятках Татьяны не только учат, я не практичный бок урока. До приклада, с допомогой адмисловой эдукационной программы на телефоне дети створяют словники, проходят тесты для замацовывания новой темы, споборничаясь у лепшем ведении английской мовы. Мы чаще все говорят, что они даже не замечают, как они обогащают свой словарный запас, пользуясь данным сервисом. А когда это все сделано ими самими, то, конечно же, это является очень эффективным. Сокрет настаунинского успеху Татьяны лечит ее коллеги у тем, что с лишбовым поколением, а минавито так называют школьников 21-го стагодзя, и она размовляет на одной мове, а допомагают ее информационно-коммуникационные технологии. Мой опыт использования данных технологий показывает, что они действительно помогают раскрыть творческие способности учеников. Они помогают подобрать индивидуальные упражнения, они интервестируют самостоятельную работу учащихся. И в результате ученики, когда и пользуются своими гаджетами на уроках, они это делают для того, чтобы повысить свой уровень, для того, чтобы учиться. На працовке методы и приемы, які Татьяны выкористовывая на занятках, высоко были оценены на конкурсе профессийного мастерства наставник года Беларуси. У 2020-м Гродзенка стала его лауратом, что спрояло росту методичного узровня. И этим потенциалом яна готова делиться с коллегами. Потенциал педагогов-участников конкурса реализуется на всех уровнях. На уровне учреждения образования, на уровне района и, конечно же, на уровне области. Многие педагоги, востребованные и на уровне республики, принимают участие в республиканских фестивалях, слетах, педагогических чтениях, педагогических конференциях и ряд других мероприятий. Многие из них становятся членами жюри республиканских конкурсов. Но если говорить о Гродненской области, конечно же, максимально потенциал используется для организации повышения квалификации, для проведения авторских мастерских, проведения школы молодого педагога. До слова сёли, тогда 30-ти год за проведение конкурса «Наставник года» у Гродни-Упершуню прошел взлет его удельников и переможцев. У межих мероприемств отбылось 16 майстер-классов для выховальников дошкольных установок, наставников молодших классов и предметников. Попереднее принять у их удел смогли больше 300 наставников Гродненшины. Отзначим, что взлет стал участкой великой программы до будущих освята. У наиближайшую неделю наставники отзначать профессийный день.